В электромагнитном поле энергия делится ровно пополам между электрической компонентой и магнитной. То есть можно записать теперь так. Корень из ε0e равно корню из магнитной константы на магнитную проницаемость среды H. Если мы рассматриваем диапазон лин-волн близких к ведьмам, то магнитная проницаемость прозрачных веществ, то есть тех веществ, в которых может распространяться такая волна, примерно равна единице. А корень из ε это величина, которая называется показателем преломления света и равна отношению скорости света в вакууме к скорости света в среде. Ну и еще одна формула, которая нам пригодится, скорость света в вакууме, это величина, которая зависит от двух констант электрической и магнитной. Ну и сразу заодно уже можно написать, что скорость света в среде, это будет точно такая же формула, только здесь появится еще две. Диэлектрическая проницаемость и магнитная проницаемость среды ε и μ без ноликов. Рассмотрим, значит энергия распределяется ровно пополам, рассмотрим какие силы будут действовать на заряженную частицу, движущуюся в таком электромагнитном поле, со скоростью v. Это у нас скорость волны, а это скорость частицы назовем, v1. Со стороны электрического поля будет действовать сила кулона, которая будет равна q умножить на v1, со стороны магнитного поля будет действовать сила, рассмотрим по отдельности, магнитная сила, мы ее назовем силой Лоренца. Здесь q умножить на v умножить на v, будем считать, что движется перпендикулярно силовой магнитным линиям. Переписать формулу можно так, q, это у нас будет, что-то я не то написал, здесь не на v, конечно, напряженность поля. Заряд умножить на v1, это скорость частицы, если мы хотим записать v через напряженность магнитного поля, то мы μ считаем равной единице, как здесь было сказано, и записываем таким образом. Отношение силы кулона к силе Лоренца получается равно q на е, q, v1, 0, 0, h, e и h. Если мы отсюда сейчас выразим отношение е к h, то у нас получится корень из мё нулевое и эпсилон нулевое. Или если мы мё нулевое вынесем, то здесь у нас будет корень из епсилон на корень из епсилон с ноликом минус ноликом. Так и запишем. Е на h, отношение, вместо него подставляем то, что получили. Мё с ноликом, корень из епсилон на v1 у нас здесь было, мё с ноликом, корень из епсилон, который мы заменим через n, и здесь будет v0, это будет то, что называется скоростью света в лакоме. v0 у нас сокращается, и эта величина получается много больше единицы, если у нас рассматриваются скорости v1, много меньше скорости света, что в реальности практически всегда происходит. Поэтому при рассмотрении движущейся частицы в электромагнитном поле обычно учитывают только её взаимодействие с электрической компонентой поля, пренебрегая взаимодействием с магнитным полем.